Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Харту. Меня зовут Михаил. Сегодняшнее видео имеет чисто ознакомительный характер. Я не буду вас сильно утомлять. Просто познакомлю вас с пылесосом фирмы Mafia, модель S35M. Буква M обозначает класс фильтра, который применяется в этом пылесосе. Как вы знаете, один из моих подписчиков давал мне на время попользоваться. Пилу Erika 85M, и, естественно, она должна работать с пылесосом. Поэтому и пылесос мне тоже дали в передачу. Пылесос действительно очень хороший. Думаю, что все-таки вам тоже будет интересно, во-первых, что у него внутри. Ну и, может, какие-то особенности еще вас тоже заинтересуют. Во-первых, по форме скажу так. Пылесос удобный, хороший. Ну, просто пылесос, как пылесос. Хороший пластик, не бьется, не царапается. То есть, даже если пылесос упадет, то ничего страшного с ним не случится. Конечно, специальный пылесос на пол я не бросал, но все-таки пластик действительно хороший. Сначала о форме пылесоса. Форма, ну, форма, в принципе, не примечательная. Но то, что он снизу широкий, а сверху узкий, это довольно хорошо. И шланг у него расположен ближе к нижней части. Это тоже большой плюс. Этот пылесос не опрокидывается. Не хочу говорить какие-то отрицательные слова в адрес других фирм. Ну, допустим, промышленный пылесос в виде бочки с раструбом сверху. Чуть за шланг дернул, он тут же опрокидывается. Этот пылесос такой тенденции не имеет. Кроме того, у него сзади очень большие колеса, видите. И спереди колеса довольно крупные. Так что, если потянуть за шланг, пылесос просто едет вслед за вами. И благодаря тому, что колеса довольно большие, он не чувствует каких-то там ступенек. То есть, он довольно плавно перескакивает, через провод, например, перескочит. Он не опрокидывается. Ну, для того, чтобы не катался, здесь, естественно, есть тормоз. На одном колесе, на втором, на передних, естественно. Вообще, надо сказать, что промышленные пылесосы от бытовых отличаются очень сильно. Первое отличие – это двухконтурная система всасывания. Во-первых, та турбина, которая засасывает грязный воздух и выкидывает чистый, она отделена от собственной системы охлаждения турбины. Это сделано абсолютно во всех пылесосах. И сделано для того, чтобы в случае, если пылесос вдруг забьется, вы можете этого за шумом инструмента не услышать, и поток воздуха через двигатель будет равен нулю. Естественно, двигатель перегреется и тут же задымится. В промышленных пылесосах, благодаря тому, что два контура охлаждения, вернее, два контура всасывания, в случае, если забивается основной шланг, турбина начинает, вы знаете, быстро-быстро набирать обороты. И чем быстрее она набирает обороты, тем интенсивнее происходит всасывание через другой контур, и тем интенсивнее происходит охлаждение. То есть здесь ничего страшного, если вдруг промышленный пылесос вы заткнете и будете держать некоторое время. Ничего страшного не произойдет. Этот пылесос также отличается очень сильно от промышленных пылесосов других производителей. Отличие очень большое состоит в том, что здесь особая система очистки. Во-первых, два потока всасывания, два фильтра, они расположены вертикально внутри, сейчас я все это покажу, и в нем встроена система самоочистки. Он напичкан электроникой, там куча датчиков, и датчики срабатывают не просто как-то там по таймеру, как обычно принято делать. Здесь умная электроника, и она просто отслеживает перепады давления, и сама принимает решение о том, что нужно почистить фильтры. Здесь еще следует заметить такую особенность. Если в каких-то пылесосах с системой самоочистки, во время работы самоочистки происходит сбрасывание давления, то есть там срабатывает обратный клапан, и атмосферное давление выбивает пыль из фильтра. Но поскольку контур один, то происходят вот эти пневмоудары, и они, естественно, распространяются в шланг, всасывание, грубо говоря, так падает. Вот при работе, например, с системами Планекс от Фистул, в этот момент тарелка отлипает от потолка. Это создает массу неудобств, и это прям регулярно происходит. Вот в этом пылесосе такого не наблюдается, и если поток всасывания есть, то он есть, и он постоянен. Поскольку фильтров два, то сначала закрывается один фильтр, выбивается, потом переключается поток на него, и выбивается другой фильтр. Тоже сейчас всё это покажу, всю эту систему. Этот пылесос позволяет работать как с пластиковыми мешками, то есть полиэтиленовый, так же с флисовыми, и позволяет удалять жидкости. То есть это пылесос универсальный. Ёмкость его 35 литров, и если это для влажной уборки, то есть для воды, для сбора воды, то это максимум 22 литра. Что ещё интересного? Сзади у нас расположены специальные приливы, в них вставляется ручка, на тот случай, если нужно пылесос перевозить. За ручку, кстати говоря, перевозить очень неудобно. Пылесос не тяжёлый, он весит 15 килограмм, но если он уже поработал, то внутри может набиться килограмм 10, наверное, опилок. На лицевой стороне регулятор выбора диаметра входного шланга, также здесь выбор режима работы, ну и, естественно, управляющая розетка. В розетку можно включить инструмент мощностью до 2600 ватт, это довольно большая величина, поэтому, естественно, здесь протекают довольно большие токи. Плюс ещё сам пылесос, номинальная мощность у неё 1200 ватт, максимальная 1400 ватт. Ну и сами понимаете, что здесь 2,6 киловатта, плюс 1,4 киловатта, и получится у нас 4 киловатта. Вот для того, чтобы максимально такую мощность можно было подключить, используется вот такой очень мощный резиновый кабель. Кабель очень длинный, сколько тут? Ну, наверное, метров 5 или 6. Кабель, естественно, с заземлением, всё как полагается. Заземление здесь используется обязательно, потому что при пылеудалении возникает статическое электричество. Кстати, надо сказать, что сюда подключается как антистатический шланг, так и обычный полиэтилен. Антистатические они подороже. Сейчас покажу. Вот пример антистатического шланга. И вот обычные, более дешёвые шланги, это полиэтилен, серые и чёрные. По типу присоединения фирма, естественно, сделала свой собственный разъём. А вот ответная часть, то есть оконцовка шланга, подходит абсолютно ко всем профессиональным инструментам. Вот так выглядит резиновая муфта. Это стандарт 36-27. Подходит как к любому инструменту мафил, так и к любому инструменту фесту. По-моему, даже к каким-то макетам прицепить. Шланг присоединяется несложно. Вставляем, поворачиваем, и он надёжно зафиксирован. Здесь вращающейся муфты нет. Для того, чтобы собирать статику со шланга, здесь имеется специальный контакт, сейчас я вам его покажу. И дальше всё это через заземляющий провод отправляется на землю. Давайте прежде всего заглянем внутрь. Здесь есть две ручки, они же являются защёлками. Открываем и снимаем верхнюю часть. Сразу покажу мешок. Это флисовый мешок. Оставим его в покое. Вот такой клапан. Здесь ещё есть специальная заглушка для того, чтобы просто закрыть и выкинуть, чтобы пыль не летела вокруг. В целом, внутри нет ничего примечательного, за одним исключением. Ёмкость вот эта двухслойная. Это сделано не просто так. Это на тот случай, если вдруг пылесос упадёт и вдруг ударится боковой стенкой. Вот боковая стенка разломится, а сам корпус останется целым в любом случае. Тем более, представляете, если вы при влажной уборке вдруг чем-то ударили пылесос и вдруг эта жидкость у вас грязная разольётся. Естественно, этого допустить нельзя. Снизу ещё предусмотрена такая хитрая штука. Здесь раструб. И можно надеть какой-то шланг. Это на случай, если очень интенсивная, очень большая влажная уборка. Только единственное, здесь, конечно, для этого придётся сделать специальное отверстие. Здесь сейчас заглушка. Но если оттуда высверлить или вырезать ножом, то, допустим, вы убираете. Через некоторое время выключили пылесос и жидкость автоматически туда убегает. Единственное условие, нужно ставить обратный клапан, чтобы жидкость не засасывалась через вот это отверстие. Вот тот самый заземляющий контакт, который снимает статику со шланга и отдаёт её на заземляющий провод. Здесь внутри есть специальная муфта. Муфта имеет две такие отметки. Треугольная. И если мы повернём, то здесь отметка круглая. Это нужно для того, чтобы можно было работать с пластиковыми и с флисовыми мешками. Здесь внутри есть прилив специальный. Это влияет на работу только аэродинамики, грубо говоря, как происходит отбой влаги или отбой стружек. На этом я заострять внимание не буду. Фирма аэродинамику просчитала, и всё это действительно работает нормально. Вот этот резервуар внутри скрывает турбину. И с одной и с другой стороны вы видите кассетные фильтры. Здесь также видите два специальных латунных электрода. Эти электроды также нужны для снятия статики, только уже внутри объёма воздуха. Такие меры предосторожности строго обязательны для пылесосов класса М. Дело в том, что пыль, любая пыль, взрывоопасна. И даже если её будет не очень большой объём, всё равно при электрическом разряде может произойти взрыв. Это не шутки, это не какие-то там фильмы ужасов. Это на самом деле так. Потому что пыль, ну вот, например, видите, очень-очень мелкая пыль. Вот как раз она имеет самую высокую степень взрывоопасности. Здесь по периметру мягкое уплотнение. В принципе, здесь смотреть больше нечего. Теперь давайте посмотрим ещё в другое место. Заглянем внутрь самого корпуса. Что мы видим здесь? Вот основная турбина, и она подключается через розетку. То есть в открытом состоянии, если пылесос включен в розетку, турбина никогда не запустится. Вот те самые фильтры. Это электроды, которые выходят изнутри. Фильтры мы можем извлечь. Вот так он выглядит. Несмотря на то, что эти фильтры не очень большие, у них очень большая площадь фильтрации. И причём эти фильтры, как я уже сказал, это фильтры класса М, имеют очень высокую степень очистки. Через них практически не проникает никакая пыль. Я уже изрядно поработал, и вы видите, что входные отсеки здесь практически чисто. Никаких намёков на пыль нет. В крышке слева и справа расположены электромагниты. И ответная часть, вот она металлическая, это как раз система стряхивания фильтра. То есть электромагнит срабатывает и стряхивает пыль. И здесь создаётся небольшое избыточное давление, которое выдувает её, пыль стряхивается и просто падает вниз. Здесь под дополнительными фильтрами ещё скрываются электромагнитные клапаны. При работе пылесоса срабатывает клапан, засос идёт через один фильтр, а вот этот фильтр стряхивается. Потом этот клапан открывается, закрывается другой, и происходит стряхивание второго фильтра. То есть система продумана очень хорошо, и при стряхивании перепадов давления не возникает. То есть поток воздуха равномерный и постоянный. Здесь очень много воздушных каналов, входы-выходы. Вот воздушные каналы вот здесь, вот воздушные каналы вот здесь, и также сзади на пылесосе. Вот воздушные каналы, вот это фильтры, это, собственно, система охлаждения турбины. То есть здесь всё, как бы, очень хорошо продумано. Здесь находятся замки, они находят зацепление вот с этими выступами. И здесь, опять же, куда ни глянь, везде проходят потоки воздуха, везде сможет создаваться статика. И для того, чтобы статику снять ещё и с передней части, вот пружина специальная. Опять же, всё это сходится на заземляющий провод. Так, дело в том, что я привык, например, работать с фистулскими пылесосами. Там картонная рамка вкладывается в специальную защёлку, сверху закрывается крышкой, то есть никаких телодвижений делать не надо. Здесь немножко не так. Здесь вот эту рамку надо натянуть на входной патрубок. Там снизу есть защёлка. Ну, тоже это несложно, но просто непривычно. Хотя, надо сказать, что вот такая система является более компактной. В этом тоже есть некоторый плюс. Теперь включаем пылесос и посмотрим режимы работы. Сейчас пылесос выключен. Ну, и для того, чтобы показать работу автоматики, я воспользуюсь, ну, например, погружной пилой. Пилить ничего не буду. Просто для того, чтобы вы видели, как срабатывает автоматика. Устанавливаем диаметр шланга. Вот этот шланг, это 27 мм. Это нужно, как я уже сказал, для работы датчиков, для работы системы самоочистки. Режимы работы расписаны на лицевой стороне. 0 это OFF, 1 это ON, то есть это просто включение без системы очистки. А для того, чтобы работала система очистки, есть два режима. То есть, постоянно включенный режим, плюс периодическая очистка в зависимости от загрязнения фильтра. И включение от электроприборов. Ну, давайте просто включим. Турбина у пылесоса очень мощная. И даже на шланге диаметром 27 мм. Длина шланга 3,5 м, по-моему. Даже на такой длине, на таком тонком шланге, не происходит потери давления. То есть, потери разряжения, если быть точнее. Теперь давайте посмотрим на такую особенность. Сейчас я включу пылесос и повращаю этот регулятор. Посмотрим, что будет. Как видите, заморгала лампа, которая сигнализирует о перегрузке пылесоса. То есть, 27-й шланг, все-таки, создает довольно большое разряжение, довольно большое сопротивление потоку воздуха. А на 49-м пылесос ожидает меньшего сопротивления потоку. Поэтому расценивает тонкий шланг, как, например, забитый шланг. То есть, фактически, это не регулировка потока, это регулировка чувствительности автоматики. Здесь еще надо сказать, что, когда поток воздуха совсем полностью падает, и пылесос работает на перегрузке, помимо световой сигнализации, есть еще и звуковая. Он начинает пищать, негромко, но за звуком электроинструмента услышать это можно. Теперь давайте посмотрим второй режим. Это режим AR, это включение автоматически от ведущего электроинструмента, плюс периодическая очистка. При включении этого режима происходит инициализация. Это является как бы нулевой точкой, и относительно вот этих уровней, положения датчиков, пылесос, и ориентируется, пора стряхивать фильтры, или, может быть, еще немножко подождать. Именно вот умная система стряхивания позволяет продлить срок службы всех деталей. Любые детали при работе изнашиваются, и если просто бездумно стряхивать пыль через определенные промежутки времени, то просто они будут регулярно изнашиваться. Этот же пылесос без необходимости фильтры не трясет, поэтому и долговечность их работы намного выше. Включаем автоматический режим. Вот вы слышали, сначала закрылся один клапан, пробился левый фильтр, потом пробился правый фильтр, и сейчас пылесос находится в нулевом положении. А сейчас я включу инструмент и немножко прикрою шланг рукой. И посмотрим, что произойдет. Ну, вообще, я могу и так вам заранее сказать, что сработает система перегрузки, и раздастся звуковой сигнал. Но вот, к сожалению, сымитировать, например, забитость фильтра я не смогу, потому что там внутри еще расположены свои датчики, которые контролируют перепад давления и поток воздуха. Сейчас я запущу инструмент, а шланг просто прикрою рукой, и посмотрим, что произойдет. Естественно, как и любые промышленные пылесосы, отключается он с некоторым запозданием. Вот вы видели, как отрабатывает автоматика. По перегрузке раздается звуковой сигнал. К сожалению, не смогу вам показать. Надо действительно забить фильтр, чтобы сработала автоматика. По результатам использования скажу так. Вот, допустим, при работе с Эрикой я дважды забил мешок, и очистка срабатывала всего два раза за все время. А вот при работе с шлифмашинкой вот эта очистка срабатывает намного чаще. То есть здесь действительно умная электроника, и она следит за потоком воздуха, который проходит через фильтр. Ну и последний режим – это ИР, то есть это постоянно включенный пылесос, плюс работа системы очистки фильтров. Это нужно для того, чтобы можно было работать этим пылесосом, без, например, мешка для сбора пыли. Да, такое тоже возможно. И, в принципе, ничего страшного в этом нет. Единственное, что рано или поздно фильтры все равно забьются, и их придется менять. Поэтому все-таки предпочтительнее работать с мешком. Ну, давайте включим. В общем, как видите, пылесос как пылесос, только очень умный. Ну и еще забыл сказать, характерной особенностью промышленных пылесосов, вот отличие от бытовых, является то, что он не разгоняет пыль. Он выбрасывает воздух через щели, то есть он очень так распределенно разбрасывает воздух. Вот в этом пылесосе воздух засасывается, основной, естественно, через шланг. Для турбины засос воздуха идет спереди, а выброс вот здесь вот по периметру и сзади. Другими словами, любой промышленный пылесос очень бережно так выбрасывает воздух и не раздувает ту пыль, которая, например, лежит где-то на полу. Он ее не разносит дополнительно по мастерску. Так, напоследок еще покажу всевозможные шланги. Это, например, обычный шланг, сколько тут у нас, диаметром 35 миллиметров. Сейчас покажу. Вот это шланг диаметром 49 миллиметров. Здесь уже патрубки под определенный тип инструмента. Есть также переходные патрубки. Это для работы с системой пылеудаления с пилой Эрика. Также этот пылесос может комплектоваться специальными переходниками. Вот, например, такие дополнительные раструбы. Переходники. Это для работы с тонким шлангом. Это сразу можно с 49 шлангом работать. И вот эти два входа. Основной, дополнительный. Они нужны, бывает, когда приходится работать с системами, где нужно производить отсос воздуха из двух точек. Это, например, либо циркулярная пила Эрика 70-85, где нужно выводить стружки и снизу, и сверху из-под защиты. Либо работа, например, с погружной пилой и системой шин Аэрофикс. Там, где сама шина вакуумом присасывается к поверхности и не надо крепить ее струбцинами. То есть, все очень продумано, все очень хорошо работает. Не знаю, нравится мне. Нравится пылесос. И фистул мне мой нравится. Ну и такой пылесос тоже было приятно поиметь, пощупать и рассмотреть. На фистул я, наверное, как-нибудь отдельно сделаю обзор, если вам будет интересно. На этом, пожалуй, все. Оценивайте видео и подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. До новых встреч!